Блиц про бессонницу. Бессонница – это проблема? Сейчас вообще суперпроблема. Я эту монографию читал, как нарушение сна приходит теперь просто у всех. Это из-за постоянной подключенности, это из-за того, что мировые графики, все в одном пространстве, в этом же проходит какой-нибудь чемпионат или Оскар, или концерт, если вы фанат, вы там будете смотреть ночи. Если вы работаете в другой зарубежной компании, у вас ночь, у них день. Это такая новая реальность. Плюс люди просыпаются ночью проверить, что у них в социальных сетях происходит и так далее. В общем, из-за цифровой зависимости. Поэтому сон сейчас стал, конечно, большой проблемой. Что делать, если проснулся ночью и не можешь уснуть? Бывают разные причины, но так общее правило. Если у вас так называемый невроз сна, то и вы просыпаетесь. Во-первых, если вы понимаете, что вы сейчас не заснете, не лежите в кровати. Потому что если вы будете два часа ворочаться вот это вот, то вы и не уснете, и нет. И вообще в кровать лучше приходить в состояние, когда вы уже готовы заснуть. Это идеально. Тренировать себя, чтобы пришел к кровати. Я когда работал в Останкино так, я никогда не помню, как я достигал подушки. То есть я садился, чук, и уже в процессе я, собственно говоря, засыпал. Вот. Поэтому, да, лучше не лежать в кровати с бессонницей. Вот. Я у себя, когда у меня были такие перенагрузки большие, и было вот нарушение сна, я, например, говорил себе, значит, а, ты будешь, ты будешь, тогда пойдешь, поделаешь работу. Ну, вот. И, ну, у меня всегда много работы. Я так начинаю делать и думаю, о-о-о, нет. И все. Вот. Другие начинают сейчас всякие видео смотреть и так далее. Это плохо. Это так не работает. Вот. Хотя есть люди, которые засыпают под шум вот этого веретена информационного. Вот. Но это не очень хороший сон при таких, при таких подходах. Вот. Поэтому я здесь считаю, что надо быть немножко строгим. Не хочешь спать? Работай. Не хочешь работать? Заснешь. А если никогда не было проблемы бессонницы, вот вырубаюсь сразу же, как только голова подушки коснется, это нормально? Очень хорошо. Раздайте это людям.